Такое количество пловцов и болельщиков спорткомплекс Олимпийц принимает нечасто. Места едва хватает даже для выходящих на дистанцию. Все дело в том, что во Владивостоке стартовали соревнования с говорящим названием «дельфиненок», которые традиционно собирают на одной воде самых маленьких пловцов со всего Дальнего Востока. В этот раз таких подрастающих профессионалов оказалось почти тысяча. Да, это самые массовые соревнования, очень пользуются популярностью, и просто количество человек у нас зашкаливает. Что в этом году нам пришлось даже ограничить количество участников, доступ к этим соревнованиям. На самом деле мы начинали эти соревнования не так уж давно. Они очень молодые на самом деле. И начинали у нас дети самые маленькие, которые даже плыли по плавочкам. Всем участникам от 7 до 11 лет. По словам Краевой Федерации, в этом возрасте сейчас самый массовый интерес к плаванию. С чем это связано, никто толком не знает. Как бы то ни было, история о том, как юные пловцы пришли в этот вид спорта, почти все одинаковые. Либо родители постарались, либо привела любовь к воде. Меня привела мама. Она сказала, у тебя будет получаться, и ты будешь... У тебя научат тренера хорошо заниматься. Меня отправили на плавание, потому что я еще тогда в детстве не умела плавать. Мама была плавчихой, и я тоже решил плавать. Мне понравилось. У меня мама тренер, и сначала я пошла на синхронное плавание, а потом я решила, что лучше на плавание, и перешла на плавание. И там у меня был успех. А вот история Софины более уникальна. Девочка занимается плаванием всего год. Эти соревнования для нее третьи в жизни. Выступает в общем зачете со всеми, и надо сказать, очень успешно. В своих любимых дистанциях, кроль, баттерфля и на спине отсутствие руки нисколько не мешает Софине быть в числе лидеров. Я начала заниматься плаванием, потому что очень хотела, чтобы я была спортивной. Моя мечта – стать плавчихой. Мой папа давно плавал, и я захотела брать с него пример. И научилась плавать. В соревнованиях дельфиненок ведут борьбу участники не ниже второго юношеского разряда. Победители в таком возрасте, конечно, ни в какую сборную команду не отберутся. Однако свои, возможно, первые в жизни награды лучшие пловцы обязательно получат. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.